Здравствуйте! В эфире информационно-правовая программа 112 в студии Юлия Гаврюшина. Я расскажу вам о событиях за последнюю неделю. В период времени с 16 по 22 сентября 2019 года на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 172 сообщения о происшествиях. Из них 13 преступлений, из которых 6 раскрыты в течение дежурных суток. К административной ответственности привлечено 42 гражданина за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в одном из которых погиб человек. Так, 14 сентября 2019 года в поселке Индига около 8 часов утра в районе улицы Речной мужчина 1961 года рождения управлял незарегистрированным в установленном порядке квадроциклом. При движении задним ходом не убедился в безопасности маневра, совершил опрокидывание транспортного средства в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм он скончался на месте. С 20 на 21 сентября 2019 года на улицах города Наринмара и поселка Искателей сотрудниками госавтоинспекции совместно с представителем общественного совета при управлении МВД России по Ненецкому автономному округу Татьяной Груздовой проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», направленное на предупреждение случаев управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения. В ходе мероприятия сотрудниками ГИБДД УМВД России по Ненецкому автономному округу проверено 67 единиц транспорта. Выявлено три административных правонарушения, из которых одно по части 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, управление транспортным средством водителям, находящимся в состоянии опьянения. Кроме того, представитель общественности проводила профилактические беседы с водителями останавливаемых автомобилей и вручала памятки. В ночь с 20 на 21 сентября 2019 года на территории города Наринмара и поселка Искателей проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток улица». Приняло участие 10 сотрудников управления, 28 представителей субъектов профилактики. Выявлен один несовершеннолетний в состоянии алкогольного опьянения. Четверо несовершеннолетних в ночное время без сопровождения родителей. Составлено два административных протокола в отношении несовершеннолетних по статье 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за побои. В конце июля 2019 года в окружную полицию обратилась жительница Наринмара, 1951 года рождения, и сообщила, что неизвестное лицо из ее квартиры похитило телевизионный ресивер стоимостью 6,5 тысяч рублей. По данному факту следователем управления было возбуждено уголовное дело по пункту В части 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Сотрудниками Управления МВД России по Нейнскому автономному округу проводились следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего хищение. Но в дальнейшем факт кражи не подтвердился, так как заявительница обнаружила пропажу по месту своего жительства. Уважаемые жители округа, стражи порядка призывают вас более ответственно относиться к своему имуществу и сообщать, если вещь, о хищении которой вы заявили, нашлась. 7 сентября 2019 года в дежурную часть управления обратился житель Наринмара, сообщивший, что неизвестное лицо совершило угон принадлежащего ему мотоцикла. Оперуполномоченными отдела уголовного розыска управления в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что мотоцикл взял несовершеннолетний, 2003 года рождения. Уважаемые жители округа, стражи порядка напоминают вам, что сохранность вашего имущества в ваших же руках. Необходимо ответственно относиться к своему транспорту не только мотоциклам, но и велосипедам, автомобилям и предпринимать все необходимые меры для того, чтобы не допустить их угон или хищение. 13 сентября 2019 года в окружную полицию обратился житель Ненинского автономного округа, сообщивший, что неизвестным лицом из квартиры у него похищен мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей. Оперуполномоченными отдела уголовного розыска управления в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что хищение гаджета совершил ранее судимый за аналогичные преступления мужчина, 1982 года рождения, при следующих обстоятельствах. Владелец телефона употреблял спиртные напитки в компании малознакомых людей и после чрезмерно выпитого алкоголя все уснули, а один из его друзей, проснувшись, забрал телефон и покинул квартиру, в дальнейшем распорядившись похищенным по своему усмотрению. 20 сентября начальник управления полковник полиции Олег Яковлев в торжественной обстановке вручил благодарность полицейскому отделению патрульно-постовой службы полиции Управлением ВД России по Ненинскому автономному округу сержанту полиции Сергею Кобрину за достигнутые высокие показатели в служебной деятельности и положительные результаты в повседневной деятельности. Ранее на имя начальника управления поступило благодарственное письмо от председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка номер 11 Валентины Терентьевой, в котором она просит поощрить полицейского. 20 сентября 2019 года в окружную полицию обратился житель Наринмара, у которого неизвестное лицо похитило бетонную мешалку с электроприводом стоимостью 8 тысяч рублей. Полицейским заявитель рассказал, что в ходе ремонта гаража он вытащил бетонную мешалку на улицу, где она находилась несколько дней, и затем пропала. Оперативниками управления по горячим следам установлено местонахождение бетонной мешалки и лицо, совершившее хищение. Им оказался мужчина 1970 года рождения, без определенного места жительства. В настоящее время похищенное имущество возвращено его владельцу, по данному факту проводится проверка. 20 сентября 2019 года сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в ходе рейдовых мероприятий на реке Печора, в районе деревни Осколково, выявлен житель округа, осуществлявший незаконный вылов водных биологических ресурсов. Сотрудниками управления МВД России по Нейнскому автономному округу установлено, что мужчина ловил рыбу с томной сетью, не имея соответствующей лицензии на осуществление вылова водных биоресурсов. С места происшествия стражами порядка изъято маломерное судно с лодочным мотором и сеть. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Справочно. Суперполномоченными отдела уголовного розыска у МВД России по Нейнскому автономному округу установлено местонахождение мужчины 1985 года рождения, разыскиваемого по постановлению мирового суда. В суде в отношении данного мужчины находится уголовное дело по факту мошенничества. Он не явился на судебное заседание, на котором рассматривалось его дело. Оперативником в ходе служебной командировки в результате оперативно-розыскных мероприятий данное лицо обнаружено в Республике Коми. Ему избрана мера пресечения заключения под стражу, и он водворен в изолятор временного содержания ОМВД России по Прилузскому району Республики Коми. В дальнейшем он будет отправлен в город Наринмар и доставлен инициатору розыска. 21 сентября 2019 года в Наринмаре на лыжной базе спортивной школы Олимпийского резерва «Труд» состоялся Всероссийский день бега «Кросснации». В спортивном мероприятии приняли участие и сотрудники Управления МВД России по Нейнскому автономному округу. Инспектор отдельного взвода Дорожно-патрульной службы ОГИБДД сержант полиции Егор Ардеев прибежал третьим в забеге на дистанцию 4000 метров в возрастной группе мужчины 1999 года рождения и старше. Уважаемые жители округа, полицейские продолжают напоминать вам о схемах мошенничества. Наиболее распространенной является следующее. Вам звонят из банка, представляются работникам службы безопасности и сообщают, что с вашего банковского счета произведен несанкционированный перевод денежных средств и предлагают решить проблему по телефону. Либо рассказывают, что они пытаются выяснить, кто из работников банка сливает мошенникам информацию о клиентах. Обманным путем вас вынуждают сообщить данные по банковским картам, коды и пароли, приходящие в смс-сообщениях с номера 900, или пройти к терминалу вашего банка и произвести там необходимые операции. При этом вас могут попросить снять все деньги с карты и через терминал, либо через магазины сотовых телефонов отправить деньги на счета интернет-кошельков, якобы для сохранности. При этом вас убеждают, что на следующий день курьер привезет вам резервную карту, на которой находятся ваши деньги. А если с вашего счета списались денежные средства, то псевдоработники банка объясняют тем, что они не успели заблокировать счета и мошенники их опередили. Так, 18 сентября 2019 года в окружную полицию обратился мужчина, 1982 года рождения, потерявший более 300 тысяч рублей по такой же схеме. Якобы представитель банка находился на связи с мужчиной почти три часа, не давал положить трубку и торопил его, не давая ему опомниться. По данному факту следователем управления возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 159 УК РФ. Мошенничество, совершенное в крупном размере. Ведется следствие. Стражи порядка в очередной раз напоминают жителям округа, что при получении подобных звонков первым делом необходимо прекратить разговор со звонящим и позвонить на горячую линию вашего банка по телефону, указанному на задней стороне вашей банковской карты. И проверить информацию, которую вам сообщили. Также напоминаем, что мошенники активно используют социальные сети, такие как ВКонтакте, где они взламывают страницы пользователей, получая доступ к отправке личных сообщений друзьям. И в ходе переписки с ними от лица владельца страницы просят деньги в долг, а также рассылают информацию о выигрышах, содержащие вредоносные ссылки. Кроме того, аферисты распространяют в социальных сетях рекламу о продаже каких-либо товаров путем всплывающих окон, содержащих в себе ссылки на липовые интернет-магазины или сайты-двойники известных магазинов. Необходимо помнить, что при заказе товаров в интернет-магазинах и при оформлении их почтовым отправлением с наложенным платежом, необходимо требовать, чтобы продавец прикладывал к посылке опись вложения. Только наличие описи вложения гарантирует вам вскрытие посылки еще до ее оплаты. Если вложения не соответствуют тому, что вы заказывали, то вы вправе отказаться выкупать данную посылку. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть Управления МВД России по Ненецкому автономному округу по телефону 02 или 421-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин